Привет, друзья! Сегодня на моем примере мы вам покажем, какие самые уязвимые точки на теле человека. Поехали! FUA. Тот самый магазин для спорта. Ну что ж, итак, давай разберемся, Макс. Вот наш пациент. Да, у нас есть пациент. Пациент красивый, лысый, все как положено. Бычара. Без рук, без ног. Типичный гопник. Типичный гопник. Просто сидит. Итак, давайте же с вами разберемся, да, что мы можем делать, куда мы можем бить, и вообще, в принципе, что нам разрешено, как это можно сделать так, чтобы нам потом ничего не было. Потому что это очень важный вопрос, как бы, как себя защитить так, чтобы потом не было никаких претензий. Согласны? Итак, давайте пойдем сверху вниз. Итак, я буду использовать такие наклеечки, чтобы объяснять вам, что происходит. Итак, лобная кость. Вот в лобную кость не стоит вообще бить. Это бесполезно. Это очень твердая кость, и себя можно травмировать. То есть, конечно, если у вас есть какой-то твердый предмет, пожалуйста, но своими руками, ногами туда бить не имеет смысла абсолютно никакого. Ну, плюс это еще травмоопасно, да? Вот эта зона, ну, для человека самого не так, но травмоопасно, потому что это очень крепкая кость, как бы, рассечение может быть, может быть, сотряс, но, как бы, критически мы с ним особо ничего не сделаем. А другом побои потом с ним? Ну, там, может, да, если ты его топором не будешь, конечно. Все, хорошо, здесь, здесь не будем, да. Да, здесь, здесь, как бы, это такая. Что мы идем дальше? То есть, у нас есть ушки. Ушки можно оглушить, то есть, если сделать удар в ухо, ну, ухо, давай, поднимусь движем. То можно, конечно, человеку сделать очень плохо. То есть, к примеру, если создать одновременно удар с двух сторон в хлопушку, то можно, конечно, очень даже и перепонки человеку разбить. То есть, не стоит так особо переусердствовать в этих вот частях. Соответственно, если его развернуть, у нас будет затылок, и вот эта вот часть отвечает за координацию. То есть, сюда человека бить нельзя. Если вы его сюда ударите, не факт, что он вообще потом выживет. То есть, сразу потеряет координацию, сразу поплывет, это, ну, это очень печально. То есть, не трогать вообще. В принципе, как и в спорте. Да, затылок не трогать, ушки не трогать. Носик, носик, пожалуйста, бейте. Главное, не снизу. То есть, снизу не стоит бить в нос. Потому что, вот очень часто учат, да, такой прием, что надо вот так вот подбивать вверх. И, типа, ну, прикол в том, что если вы так будете подбивать, вот эта вот косточка, она очень легко ломается. И она может просто тупо зайти в мозг дальше. То есть, просто может быть летальный исход от одного неудачного удара. Хотите бить в нос, пожалуйста, бейте боковой удар. Ваш боковой удар прилетит в сторону, сломаете. Ну, вправят, ничего страшного. Ничего в этом несмертельного как бы нет. Глаза, как бы без глаз он жить будет, но не стоит их трогать. Сразу закрытая тема. Сразу, блин. Да, очень много. Ну, если касается самообороны и реально вот нашей жизни, которая необходима, то мы можем использовать глаза как средство для того, чтобы наш человек отпустил и куда-то убежать, так далее, там, потом. Вот. Рот, соответственно, то есть подбородок. Можно бить только если очень сильный удар, то может быть перелом челюсти. В случае, если человек там крича, рада открывал рот и в этот момент вы попали по нему, да, то как бы вот в этих вот частях, вот именно вот здесь мы их надо узнать. То есть если вы сюда попали, вы можете выбить, конечно, человеку челюсть, и она такая, как бы как зависает, и он не может закрыть. Это, конечно, печально, но поправимо, не смертельно. Идем дальше. Кадык. Кадык. Горло. Кадык это сразу нет. То есть даже и не думать туда вообще никого трогать, потому что это... Можно кадык же сломать, да? Можно его сломать, можно его выбить, и вообще, в принципе, при сильном ударе, как бы это сразу летальный, сразу печалька-печалька. Так, тут у нас идет ключица. Ключица ломается, но это не смертельная травма. То есть сюда можно ударить, она может поломаться, будет реабилитация долго, но человек как бы восстановится, и ничего страшного с ними будет. Аналогично, скажем, про все суставы, которые есть, словно говоря, все рычаги, как бы это не летальный исход. Во многих средствах самообороны непосредственно построен удар так, чтобы бить именно вот, если, например, на колени, то надо в коленную чашечку, да, то смещать. Соответственно, как бы делать переломы какие-то, изломы и так далее, так далее. То есть травмировать, растягивать и так далее. Окей, идем дальше. Что у нас есть тут? Грудная часть, да, как бы. Ну, здесь мощные грудные мышцы, как бы броня, поэтому сюда можно смело дубасить, ничего здесь с ним не будет. Плечи, дельты тоже, пожалуйста, бейте на здоровье, это просто большие группы мышц, когда ничего с ним не произойдет. Сюда нельзя, солнышко. Солнышко нельзя? Солнышко нельзя, солнышко можно убить. Все. А под дых? А под дых, пожалуйста. Вот. Идем дальше. Справа печень, сельенка слева. Разорвать можно, но я не думаю, что у вас это получится сделать. Сильно, да. Поэтому, пожалуйста, в печень ударите, сразу будет такая двусекундная пауза, а потом резкая боль, человек сключится. Сельенка логично отнимает, пресс абсолютно бесполезная мышца для того, чтобы бить человека, потому что, как бы, ну, твердо. У нас еще ролик, кстати, мы пробивали пресс, это бестолково-то бить. Так что, идем дальше. А вот между пахом и прессом, нижняя часть пресса, если мы берем, да, вот она, да, туда лучше не стоит биться все силы. Потому что, когда говорила, мочевой еще не пах, да? Это вот здесь, это вот тут мочевой пузырь и так далее. Это может принести серьезные повреждения внутренним органам. То есть, сильный удар в эту область может принести к летальной травме даже. То есть, если очень сильно это приложится, а лучше этого не делать, то не стоит. Спускайся ниже. Сам пах. Сам пах. Ну, как бы, не умрет, но фигово будет однозначно. То есть, можно, так сказать, нормально вырубить человеку ударить пах. Да, 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 то есть, мы сейчас рассматриваем те точки, которые, как бы, нежелательно трогать, да, мы и объясняем. То есть, у нас есть бедры под рецепсом, это большие ледровые мышцы. Огромные, мощные мышцы, классно спазмирует при хорошем ударе, можно выключить своего оппонента, не нанести ему особого вреда. Ну, кроме как того, что мы создали, как бы, синяк у него будет, он будет больно ходить, там, может, там, день, два, может, неделю, у кого как это происходит. Как бы, те, кто занимается единоборствами, получают постоянно в эту мышцу, как во внутреннюю, так в наружную. Так же, икроножная, абсолютно, то есть, это все восстанавливается. Ну, вот, в данной ситуации. Бить можно, да? Да, пожалуйста. То есть, это не, вот, смотри, вот сюда нельзя. Тут, ну, не будем, это все, что можно, не будем. Ну, все, что нельзя показывать. Ага, значит, давай назад. Давай. Переходим назад. Итак, у нас сзади, то есть, мы уже сказали, что не забить. Позвоночник не трогать! Позвоночник не трогать, позвоночник сломаете, ходить не будет. В спорт так же запрещено. И сюда не трогать копчик тоже, не трогать копчик тоже, сломаете, ходить не будет. Капец будет ему, не соберете потом. То есть, позвоночный столб. Пожалуйста, сюда, бей, сюда, бей, пожалуйста, не трогай. Вот это, то есть, позвоночник, не трогай. Не трогай, широчайшая, пожалуйста, может, дубасить, хоть как слухой, с усилием, там, боковую ударку, это может пиндюр. Ребра плавающие сразу отлетают. Да, да, подожди, мы сейчас к ним придем. Ага. Вот, пожалуйста, то есть туда. Ну, пупу бейте. Пупу бейте. Пупе можно срочинку. И приходим, да, еще раз вернемся сюда, у нас тут ребрышки. Ребрышки, верхняя часть ребер, она как бы плотная и сильная, поэтому как правильно еще корсет их держит. А вот эти нижние, они плавают, они не закреплены, то есть они здесь не крепятся, они просто плавающие. Они ломаются на раз-два, то есть вот эти вот части, если вы не хотите никого травмировать, пожалуйста, не бейте. Итак, давай повторим еще раз, у нас есть глаза, у нас есть ушки, у нас есть челюсть, нос, пожалуйста, губы, пожалуйста, зубки, там, по мере такого, то что можно побывать зубы, как бы, условно говоря, ну, сюда не трогать, не трогать, не трогать, соответственно, все понятно. Так, а куда можно будет бить? Вот, слушай, на меня напали, мне надо как ударить, как его вырубить. Ну вот, бью, пожалуйста, бей в нос. В нос можно? Можно тебе бить в нос, бей в челюсть. А если меня в полицию потом, как бы, чувак, нафиг ты ему нос разбил? Ну, слушай, ну, в любом случае у тебя есть какие-то риски, ты хочешь прям так, чтобы вообще чистенько идти. Ну, ударил в пах, и типа, чувак. Тогда беги, тогда бей ночью, чтобы тебя никто не видел. Так не я же туда нападать. Тогда делать так, чтобы на тебе напедали ночью, чтобы никто не видел. Не, ну, в любом случае есть риски, да, как бы, ну, в любом случае, когда ты ударишь человека, как бы ты его ни бил, ты как бы наносишь ему вред. Там даже если на нем будет царапина, он может пойти, сдаясь, побои пойти, пацаны. Ну, да, спокойно. Да, были случаи такие, что люди на тренировку приходят, потом приходили, а у меня там побили, короче-то. Круто, пацаны. То есть, типа, да, вообще, как бы, ты ему там махил ломаешь, понимаешь? Там где-то там травмировали. То есть, мы, получается, это самые уязвимые точки человека. Да, как бы, не вообще не следует бить. Да, не стоит. Мы сейчас говорим чисто про голыми руками. Уточняю, голыми руками, без всяких предметов вообще там, потому что это совершенно все будет по-другому. Можно бить в большие группы мышц. Пожалуйста, бейте в большие группы мышц, ничего не будет. Хотите вырубить, вот, пожалуйста, бейте его сюда, сюда. Под дых можно бахнуть ему, там, немножко воздушек уйдет, ничего страшного с ним не будет. Но вот в эти вот части, которые мы показали, не стоит бить. Я понимаю, что там состояние агрессии, как бы, ты не особо-то и смотришь, куда ты бьешь, особенно когда ты не поставлен удар и так далее. Ты там не разбираешься стресса ситуация, но можно максимально стараться этого не делать. То есть, понимая все степень опасности, как бы, все-таки выведем все равно самое важное, как бы. Не трогайте горло, не трогайте солнышко, не трогайте затылок, спину не трогайте человеку. Это вот самое важное. Очень часто он падает, да, его начинают добивать ногами. Вот не надо бить в спину. Не надо его бить в спину. В общем, друзья, думайте и пишите комментарии по этому поводу, как лучше поступить, если до вас, допустим, вот, ситуация конфликтная, и вам надо либо бить, и вы не знаете, как это все для вас закончится, либо, извините, как говорит Альберт. Лучший бой – это тот бой, которого не было. Все, тут как бы без вариантов. В общем, свои варианты пишите в комментарии, а в этом видео Альберт подробно рассказал, куда не стоит бить, чтобы не оказаться, так сказать, в тех местах, в которых не нужно оказываться. С вами был канал MaxFight. Это Кортес Альберт Клуб. У него находятся, кстати, два клуба. Один на Абалоне, вот этот красивый, и один на Пазняках. Так что ссылки на него будут в описании под этим видео. Если вы хотите экипировку для единоборств, и, кстати, вот даже вот такого Германа, все в нашем интернет-магазине f.ua. Ссылки также будут в описании. Это не Герман, это Дана Уайт, я забыл, да. Ссылки также будут в описании под этим видео. Да-да-да. f.ua. Тот самый магазин для спорта.